Да, хочу только сказать вводное слово. У нас сегодня еженедельная встреча Хеврута, то бишь обсуждение друзей-товарищей, Хеврута называется, 70 ликов по теме прошедшего недельного раздела Вайера. А первый у нас выступает Эмиль, и у него заявленная тема о диалоге Аврама со Всевышним передним уничтожением с дома. Эмиль, пожалуйста, мы вас слушаем. Так, я могу посвятить свой урок? Да, конечно. Значит, я посвящаю очень дорогому для меня человеку, вот, ее завали Эсфирь Бат Исраэль Зиханоли Браха. Значит, теперь я начинаю, значит, урок. Я для начала, в общем-то, я сразу объявлю, как бы, свою программу, чтобы всем было ясно, потому что многие, как бы, прилепились тоже к этой теме диалога. Значит, я только сделаю эту заявку, я прочитаю этот фрагмент и прокомментирую ее, значит, частично комментариями, которые, значит, здесь у меня есть, а частично какие-то своих и души. А потом главная моя тема – это философская вообще проблема диалога со Всевышним. Мы начали там о Шерке, при Шерке это говорить, и я это продолжу, и в конце будет этот фильм. Значит, у меня 20 минут, так я понимаю. Да, правильно. Значит, я постараюсь вложиться все в 15 очень коротко, так, чтобы осталось 5 минут для фильма. Замечательно. Значит, я просто сейчас буду читать этот фрагмент и одновременно скажу некоторые комментарии, так что уже потом другим мне придется к этому возвращаться. Я читаю сразу по-русски, потому что нет никаких особых проблем с переводом. Вот, я думаю, что нет смысла останавливаться на еврейском варианте. Авраам же все еще стоит перед Господом и приблизился Авраам. Здесь написано поправка к Всевышнему с молитвой, я потом это расскажу насчет этого. И сказал, неужели погубишь и праведного, и нечестивого вместе? Может быть, есть 50 праведников в этом городе, неужели погубишь? И не остановишь всему этому краю ради, и не простишь всему этому краю ради 50 праведников, находящихся здесь? Не подобает тебе делать такое, губить праведного и нечестивого вместе, чтобы праведнику подобился нечестивому? Не достойно это тебя. Неужели судья всей земли не будет судить справедливо? Значит, я пока тут кусочек сразу же скажу. Вот, ну мы видим какой-то совершенно неожиданный этот диалог, да? Вот, я потом на этом остановлюсь. Почему Авраам может так говорить? Значит, если это молитва, как тут сделана добавка-поправка, Как мы знаем, молитва, она как бы односторонняя, то есть человек обращается с молитвами к Всевышнему, а ответа он ждет уже потом, когда будет какое-то действие, или как-то это проявится, его просьба будет выполнена. Значит, здесь нам открывается все, что говорит Авраам, и это вообще все время так показывается. Значит, это не совсем молитва, значит, это что-то другое, потом я скажу. И сказал Господь, если найду в доме внутри города 50 праведников, прощу всему этому краю ради них. Значит, сразу останавливаюсь на моменте, почему он начинает с 50, а потом, как мы знаем, он кончает 10, значит, это мой драж ремис, значит, 50 – это число юбилея, это тогда, когда прощаются долги, когда, значит, рабов отпускают на свободу, это намек на освобождение от кары какой-то, да, от какого-то хеседа. А 10 – это число суда, закон, значит, это 10 заповедей, как мы знаем, 10-го Тишрея у нас Йом-Кипур, день искупления, и так далее. Значит, это вот такой намек. Тогда произнес Авраам, вот, начал я говорить с Господом, с Господом, а ведь я прах и пепел, послушай, пожалуйста, а вдруг не достанет до 50 праведников пяти, помнишь ли из этих пяти весь город? И ответил Господь, не погублю, если найдут там 45. И продолжил Авраам говорить, и сказал Господу так, а вдруг найдутся там только 40? И ответил Господь, ради этих 40 не уничтожу. И сказал Авраам, прошу, дай, да не прогневается Господь мой на то, что я скажу, а вдруг найдется там лишь 30? Ответил Господь, не уничтожу, если найду там 30. И сказал Авраам, вот, взялся я, говори Господу моему, а вдруг там найдется лишь 20? И ответил Господь, не погублю края ради 20 этих праведников. Тогда сказал Авраам, пожалуйста, да не прогневается Господь мой, только раз я скажу еще, а вдруг там найдется лишь 10? И ответил Господь, не погублю ради этих 10. И скрылся Господь, когда кончил говорить с Авраамом, а Авраам возвратился к себе. Значит, само вот это перечисление, да, оно как бы имеет определенное значение, почему Авраам все время как бы называются новые и новые цифры. Вот, конечно, это то, что я называю особая, как бы, то, что я называю психотехника, да, то есть в этом тараном, так сказать, она заставляет нас как бы заслушаться этим и все время быть во внимании, да. То есть если бы это было просто сказано, вот ради 10, ну и все, мы бы как бы это быстро бы забыли. А здесь наше внимание привлекает этот сам, этот диалог. Вот, тем более, что мы видим, как Авраам, как он разговаривает, как он, значит, вежливо разговаривает с Всевышним. Но с другой стороны, конечно, главная проблема, с которой мы сталкиваемся, это как вообще Авраам смеет, как бы, даже если это молитва, даже в мыслях, как он может, когда он разговаривает со Всевышним, позволить себе сомневаться в том, что Всевышний вершит справедливый суд. Вот, об этом в философской части. И сейчас еще пару фрагментов. И, значит, я теперь это сравниваю. Есть тут, значит, параллель, очень интересная. Нечто похожее происходит, разговаривает с Всевышним Авимелех. После того, что, значит, ему открылся Всевышний и сказал ему, чтобы он не трогал Сару. И, значит, он знал, что он стоит на краю, так сказать, гибели и наказания. И он ему говорит, Господи, неужели ты и невинный народ тоже погубишь? Ведь он сказал мне, сестра, она мне, она и она тоже сказала, он брат мой. В простоте сердечной, чистыми руками сделал я это. И сказал ему Бог во сне. Здесь, видите, здесь общение во сне. С Авраомом не было во сне. Я тоже знаю, что в простоте сердечной сделал ты это. Ведь это я помешал тебе совершить передо мною, потому-то я и не дал тебе прикоснуться к ней. Здесь мы видим, что, значит, как бы, опять-таки, здесь философский момент. То есть он будет касаться, значит, того, существует ли свобода воли. Вот то, что мы говорили, когда речь шла о Каине и Авеле, или о чем говорил Рафшерке. Или здесь существует детерминизм Всевышнего. Как с этим разобраться? Как выйти из этого, так сказать, выйти из этой ситуации? А дальше мы видим, здесь есть соответствующие комментарии, которые объясняют нам, что же тут, значит, насчет Авимелиха. Вот, насчет Авимелиха тут есть такое замечание. Когда Авраам объясняет, значит, вот, сказал Авраам, «Я подумал, нет только страха Божьего в этом месте, и убьют меня из-за жены моей». Значит, что здесь имеется в виду? Есть комментарии Раши. Значит, в чем ошибка Авимелиха, и почему Авраам подумал, что нет страха Божьего? Потому что он сразу, так сказать, начал иметь дело с его женой, с Авраамом, значит, с Сарой. Гостя, пришедшего в город, спрашивает о его нуждах, а не о том, кем доводится ему женщина, которая пришла с ним. Принстимиляне были цивилизованным народом, управляем мудрым и допорядочным народом, царем. Однако все это не могло быть гарантией того, что вспыхнувшее вожделение не приведет человека к преступлению, если его не останавливает страх перед Всевышним. Значит, мы видим, в чем разница между Авраамом и Мелихом. Это тоже, конечно, не случайно нам показывает разницу между Авраамом. Вот. Значит, теперь я... Значит, перехожу к конкретной моей теме философской, которую я объявил. Значит, мы знаем, что несколько раз мы уже пока встретились с диалогами. Значит, это было с Адамом и Евой, там тоже в Равшерке мы слушали, с Каином и Авелем, с Нохом. И теперь вот с Авраамом непосредственно такой близкий диалог. Но потом мы знаем, будет и с Маше. И это, конечно, совершенно отличное отношение к Всевышнему, чем мы знаем и в язычестве, и в других монотекистических религиях. Такого общения нигде нет, такого диалога нигде мы не встречаем. Значит, здесь то, что я сказал про молитву, да, молитва, она личная, она не открывается. Значит, то, что нам открывает молитва, это для того, чтобы мы что-то из этого поняли, чтобы мы из этого сделали какие-то выводы. И этот вопрос детерминизма, действительно, он кажется совершенно неразрешимым. Казалось бы, действительно, Всевышний мог бы изначально не дать Аврааму согрешить, не дать Еве согрешить, не позволить змею соблазнить Хаву, не дать Каину сделать это преступление, не просто предупредить его, а действительно вовремя остановить его. В чем тут проблема, как строится Тара в данном случае? Вот, то есть здесь нас удивляет, конечно, потому что мы пользуемся формальной логикой. У нас Ири-Ири. Если Всевышний, он творец мира и он властелин, то почему он не делает так, чтобы все сразу было хорошо и дает возможность, чтобы были прегрешения и нарушения? Вот, а если нет, тогда как же мы понимаем тогда Всевышнего как абсолютного властителя и творца? Значит, ну, мы знаем, такая есть тоже, в общем-то, такая присказка, да, может ли Бог создать груз, который он сам не сможет поднять, да, вот парадокс, скажем, такой. Вот как, в чем тут сказать, как можно выйти из этого положения? Это мои, как бы, такие уже разработки, я вот их предлагаю. То есть я думаю, что решением здесь может быть использование понятия игра. То есть Всевышний, он как творец, так же как и художник, он творит, если он не будет творить так по тем законам творчества, как, например, который мы знаем в искусстве, то фактически у нас бы не было ни одного романа, ни одного произведения, ни одного приключения, да. То есть здесь, как бы, идет, нельзя это принимать полностью всерьез. То есть Всевышний как бы играет, но это не игра, как бы, насмешка, да. Если бы это была насмешка, мы тогда приходим к мнению Шопенгауэра, который говорил, что Всевышний, он злой, и что самое лучшее, это просто, так сказать, уйти из этого мира. Вот если вы помните живой труп Толстого, там он всем это предлагает, Толстой сам пережил это. И он ходит с пистолетом и предлагает всем покончить с собой. Его спрашивают, а что же ты сам? Он говорит, а я потом, значит, когда он всех уже всем объяснит, и тогда вот он тоже. Но это намек на то, что в искусстве это все имеет отражение. Он как бы не знает, да, в кавычках, он как бы не знает, где Аврам, он не знает, как бы, кто Каин, он как бы сомневается, выдержит ли испытание Аврам. То есть все это такая художественная игра, которая позволяет нам фактически создать этот мир и подключить человека в это творчество. То есть потом художник создает тоже свои миры, тоже свои. То есть здесь есть особенность одна, есть особенность одна, что здесь во время этой игры сам творец как бы вмешивается в свое творение. На самом деле в искусстве тоже такое происходит. В искусстве читатель, допустим, и автор, они находятся в непрерывном диалоге. То есть большой тут разницы нет, на самом деле, именно как в методе. Значит, мы видим здесь еще одну такую вещь, что с помощью этой всей игры, для чего она здесь нужна, именно для Аврама. Он показывает, как Аврам постепенно обучается мужеству, гвуре. То есть он как бы полностью весь из себя хесит. И мы это видим, когда он очень огорчен, когда Всевышний, когда Сара ему говорит прогнать Агари Ишмаэля, и он очень возмутился. А Всевышний его останавливает, и постепенно он объясняет, слушай Сару, делай то, что она говорит. Значит, у Сары есть этот инстинкт здоровый, да, есть это гвура, а у Аврама ее еще нет, но постепенно его подводят к этому, значит, пониманию, да. И, конечно, последнее испытание, это самое сложное, самое серьезное, это кто-то другой будет говорить об этом. Значит, мое время как бы истекло, я начал на 7 минут позже, вот. Поэтому я сейчас просто продемонстрирую фильм, чтобы одну минутку осталось на то, чтобы его прокомментировать, хорошо? Нет проблем. Зеленая кнопка share внизу, да? Да, я нажал демонстрацию экрана. И выберите окно, где у вас браузер, где у вас YouTube. Я включаю сейчас. Это на самом деле просто такой маленький шедевр, я считаю. Вот, посмотрите его внимательно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Окей, ну хорошо, Буратино, Орликин, Папа Карло, мы теперь можем переходить к Ныхаме, правильно? Да? Эмиль, еще раз большое спасибо, мы надеемся, что дебют, по-моему, так это называлось, дебют станет постоянной трибуной, и подчеркиваю, что мы не то что даем возможность, мы призываем вообще всех желающих, да, участвовать, пожалуйста, стучитесь, либо мы к вам сами постучимся, как это сделал я. Окей, Ныхама. Так всегда бывает, буду говорить совершенно о другом, и она меня интересует с другой стороны. И начинаю вообще этот вопрос, эта тема с того, зачем вообще Богу было сообщать Аврааму, что он идет судить с дом. Ну, я могу сейчас, наверное, будет лучше, если я тоже сделаю шерн, или у меня нет права. У тебя есть все права на свете? Есть, очень хорошо. Как здесь написано, явился ему Господь в Дубраве Мамре, а потом все, что происходит с ангелами, со смехом и так далее, но об этом мы, может, поговорим, я вам хамиши, когда я буду читать лекцию про смех. А тут у нас спрашивают, Бог говорит, сказал Господь, вопль садомский и аморский велик он, и грех их тяжел. И, ну, не вижу, он весьма, одну секунду, не убирайте. Ладно. Сойду же и посмотрю, есть ли по мере дошедшего ко мне вопли его поступали. А нет, тогда конец. А если нет, то буду знать. Вот это, как Эмиль говорит, похоже на игру, как бы. Что все вышли не знают, но мы еще, может быть, этого коснемся. Какой смысл в том, что нужно спуститься и что нужно проверить в конечном итоге. И обратились туда мужей, пошли в дом, Авраам еще стоит перед Господом. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведность и нечестимость. Это, как бы, начало разговора Господа с Богом, но непонятно, почему Бог обращается. В чем дело? Для чего он обращается к Аврааму? По этому поводу есть огромное количество комментариев, совершенно разные. Некоторые, есть такое мнение, например, что Господь сказал, что я Юлия от Авраама, что я сделаю? Авраам должен стать народом великим и могучим, и им благословятся все народы земли. Это, как бы, объяснение, почему он не может утаить, и какая связь. Ну, одни из комментаторов Абарбанели и многие другие говорят, что вот я им сейчас объясню, как у меня устроено мое управление, потому что им благословятся все народы земли. Я его избрал для того, чтобы он заповедовал сынам своим и домысловам после себя соблюдать путь Господня, творя добро и правосудие. Дздака у мишпад. То есть вещи само по себе довольно сложные, потому что они друг друга очень часто противоречат. И как можно, с одной стороны, делать мишпад, этот суд, а с другой стороны, быть милосердным. Дздака у мишпад. И это одно из пониманий, просто я хочу, я его привела здесь, как некоторые совершенно противоположные тому, что я собираюсь предложить. А мое понимание, оно основано на потрясающей идее рава Майдана. Это рав Майдан, очень известный рав из Шивы Баланшвути, Гуши Циэн, о котором мы несколько раз уже упоминали, вместе с равом Лихши, Штейном в свое время, сейчас является руководителем Мишиэн. У него всегда поразительные, потрясающие идеи, которые совершенно иногда кажутся трудно переваривами даже. И вот то, что я упоминала здесь о Лоте, я это не буду сейчас говорить, это тоже Рафшерки взял у рава Майдана. И он говорит так, а то, что написано, что вился ему Господь Дубравим Аврой, а он сидел при входе в шатер, это нам напоминает что-то. Кто сидит на входе? Если мы здесь немножко вниз прелестнем, мы увидим, что дальше, и пришли те два ангела в дом вечером, а Лот сидит у ворот с дома. Сидение в воротах и сидение на входе в шатер здесь параллельно. И вообще сидение в воротах – это общая признанная вещь, это означает сидеть в суде. Мы видим, как на суд приводит Боас того человека, который хочет передать ему опеку на друд или предлагает ему опеку. Куда он их приводит? К воротам города. И много примеров в других писаниях, и не только в писаниях, из истории, из археологии известно, что это было место суда во всем, в древних городах, в воротах города. И поэтому даже тут, здесь, когда говорится о том, что Лот сидел в воротах города, он не просто сидел там выше прогуляться. Комментаторы говорят, что в этот день, буквально так, в этот день назначили Лота с судьей в доме. И поэтому то, что здесь сказано о том, что Авраам сидел, это не просто так. Ну мало ли что, пришел. Зачем вообще об этом упоминать? Пришел к нему Всевышний. Не нужно таких подробностей. Это на самом деле такой метод, он напоминает нам метод Медраша. Медраш вдруг нам говорит, к примеру, а Господь обратился к Аврааму, рассуди между мной и с домом. Откуда Медраш такого не говорит? Но если бы мы представили себя Медрашиста, который это сказал, мы бы спросили, откуда он это взял, что Бог хочет, чтобы Авраам рассудил между ним и с домом. А вот здесь у нас об этом сказано. Авраам сидел при входе, и Бог как бы, когда он стоит над ним, он как бы обращается к нему. Ты, Авраам, будешь судьей в этом деле. Ты не просто так, я положился на тебя, чтобы тобой благословились все народы земли. Ты должен стать благословением. Ты должен это милосердие реализовать в будущем. И тебе приходится взять на себя функцию, соединять с судой милосердия, и вот теперь займись, пожалуйста, этим. Рассуди между мной и с домом. У нас есть, например, еще в Псалмах такое высказывание. Обычно мы понимаем, сейчас я переведу, Бог стоит, присутствует в коллегии властной. Между Богом среди судей вершит правосудие. Но в данном случае, то есть там понимается так, что судьи сидят, а Бог стоит. Потому что он стоит, с одной стороны, мы понимаем так, что он присутствует в любом суде. И это, когда говорится, до судей дойдет дело, а до лакима я вода вар. То есть предполагается, что в любом суде присутствует Всевышний. С одной стороны, он присутствует, а с другой стороны, он является как бы истцом на этом суде. Он приходит и говорит, ко мне дошло вопли с дома. И сказал господь вопли с Судомской Аморской Великой. Что это за вопли? Вот тут работает медраж. Реальный медраж, не современный, скажем. Потому что медраж спрашивает, а что это за вопли? И поскольку мы не знаем, кто там вопил и что вопил, то он строит ситуацию, в которой рассказывается о том, что девушка совершила доброе дело. В частности, один из медражей говорит, что это была дочка Лота. И вот ее вопли, когда ее казнили за это доброе дело, дошел до Всевышнего. Но весьма возможно, что старание не подразумевает конкретного человека. Она говорит о том, что та несправедливость, по сути, которая все время творится в здании, она вопиет. Так же, как попиет, скажем, голос крови брата твоего попиет ко мне из земли. То есть несправедливость, она сама по себе кричит. И вот Всевышний, он требует от Авраама, чтобы он был судьей на этом суде. И что говорит Авраам? И что поразительно, подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» В первом своем предложении Авраам предполагает, он спрашивает, «Тебе есть четкое представление о справедливости?» О том, что праведные получают награду, а неправедные будут наказаны. То есть Авраам верит в это, безусловно, но тем не менее он задает такой вопрос. «Не хочешь ли ты сказать Всевышний, что ты сейчас так поступишь, что ты сейчас всех заодно под одну гребенку и праведных нечестиваешь?» Он говорит, может ли быть, есть 50 праведников в этом городе? «Неужели ты погубишь и не простишь ради 50 праведников в нем?» Я спрашиваю, это один и тот же вопрос, если подумать. Совершенно разные вопросы. Первое, он спрашивает, если закон Тегмуль, я не знаю, как по-русски, награды наказания, он работает в мире или нет? Если он работает, и в этом нет никакого сомнения. Праведников надо будет наказать, а нечестивых праведников надо будет наградить или спасти, а нечестивых наказать. Второй вопрос. О коллективном наказании. Будет ли погубленный праведник и вместе… Нет, наоборот. Требуется наказать нечестивых. Это правильно. Но если есть праведники в этом городе, может быть, они могут спасти нечестивых. Вот что он спрашивает. То есть это не значит, что нечестивый вообще никогда не получит наказание. Это значит, что не будет коллективного наказания такого, которое сейчас предполагается. Понятный вопрос? Понятна разница? Первый вопрос об общей справедливости. Второй вопрос. А не может ли наличие праведников в городе спасти? Спасти от коллективного наказания. Потому что вообще говоря, спасти неправедных – это тоже несправедливо. Неправедные должны получить наказание, а праведные должны получить награду. Это то, что он вначале говорит. Но, тем не менее, он подполагает и говорит всевышний, может быть, поскольку есть там праведники, ты не будешь устраивать такого демонстративного, такого тотального одновременного уничтожения. Вот что он говорит. И дальше идет это торговля. В торговле есть много комментариев разных смыслов, что предполагается, что в конечном итоге 10 человек, он меньше, чем 10 не просит, потому что это столько заслуга 9 человек, не был спасен мир от потока. То есть 9 человек, это много его, его дети и их жен. Если там от потопа они не смогли, такое количество людей не смогли спасти мир, то в данном случае Авраам не предполагает, что они могут спасти город. Правильно это или неправильно? Это совершенно не очевидно, на самом деле. Потому что Авраам не идет дальше, не спрашивает. Может быть, он спросил, у заслугу одного правильника, двух-трех правильников. Ты не мог бы спасти город? А ты бы не спрашиваешь. И мы так как бы вроде бы, может быть, и не узнаем. А может быть, и узнаем. Потому что что происходит дальше? А дальше Всевышнему приходится проверить. Для себя, понятно, он знает. Есть правильники в городе, нет правильников в городе. Стоит город спасать весь из-за правильников? Не стоит спасать из-за правильников. Но проверка устраивается для нас. И мы должны понять, что же здесь происходит. И вот, когда они приходят в дом, как вы знаете, выходят навстречу Лотре, предлагают им ночевку. Они даже отказываются нарочно, потому что они хотят проверить, насколько он искренне предлагает кровь и так далее. Это диалог, когда он предлагает ему своих дочерей, оставим это в стороне. Вот этот диалог между людьми из дома, которые приходят и пытаются наказать пришедших за то, что они пришли в город. Поскольку принцип дома такой, что твое, твое, мое, мое, не приходи к нам, мы вас не звали. И нефиг вам здесь, этим самым незаконным иммигрантам, здесь появляться. Но до этого момента идет диалог, идет разговор. Они говорят, выведите их нам. А он говорит, вот у меня две дочери. И вот этот диалог идет. И он говорит им, не делайте ничего, так как они пришли под сень крова моего. Он их просит, не надо, пощадите, не делайте им ничего. Но они сказали, и в этот момент происходит перелом. Обратите внимание. Они сказали, пойди прочь. И сказали, этот джейд пришел, а судить начал. Отсюда тоже, видимо, делается вывод, что с этого дня его назначили судьей. Но они не готовы признавать его право вообще судить или высказывать свое мнение, или действовать посложно. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И после этого они приходят, чтобы было имя дверь. Но в этот момент происходит перелом, как я уже сказала. Мы уже те простерли лунки свои и вывели лота к себе в дом, и дверь закрыли. Происходит перегородка между лотом. Они ставят перегородку между лотом и жителями с дома, поскольку жители с дома сейчас не только хотят поиздеваться над гостями, но они говорят, мы тебе самому сейчас уничтожим вместе с ними или поиздеваемся над тобой вместе с ними, поскольку вот кто ты вообще такой? Кто ты такой? Ты вот тоже как бы пришел, тебе тут нечего делать в этом городе. И вот тут получается такая интересная вещь, что до этого момента как бы все было еще непонятно. Может быть, действительно, можно было спасти весь город из одного лота или его жены, его дочерей, может быть, его зятье, если мы хотим набрать 9 человек. А если не хотим, может быть, ради одного лота можно было спасти. Может быть. Но в тот момент, что жители города сказали, а ты здесь никто и ничто, мы знать тебя не хотим. Оказывается, что фактически они лишают его права гражданства в этом городе, и он уже не житель города. И после этого уже спасти город невозможно. Вот после этого уже ангелы говорят, что мы уничтожим это место, потому что велик грех. А этого еще не было ничего такого сказано. А после этого он сказал, давайте уходите отсюда, поскольку мы будем уничтожать это место. То есть на самом-то деле окончательно был подписан приговор с Думой именно в тот момент, когда они полностью уже исключили, выгнали последнего праведника из своего города. И что интересно, что свидетельство о том, что один праведник может спасти город, можно увидеть и дальше. Вот в 20 стихе. Вот все город ближе, чтобы бежать туда, и он мало спасусь же туда, он же мало, и спасется жизнь моя. И сказал он ему, вот угождаю тебе в этом, что не переверну город, о котором ты говорил. То есть Лот изначально он хочет спастись в городе Цоа, и боится, что он тоже относится к этому району Кикар, район из дома, который был обречен на уничтожение. И он сказал, я хочу в этот ближний город, и там ее спасут. И ему Бог говорит, хорошо, или ангелы говорят, хорошо, ради тебя мы этот город не перевернем. То есть оказывается поразительным образом, что Авраам, что Всевышний даже более милосерден, чем ожидает от него Авраам. Он готов спасти город ради одного праведника. На самом деле можно задать себе вопрос, что такого особенного в городе, в котором целиком нет никаких праведников. Не есть еще похожий закон про город, который целиком занимается долгопоклонством, что его целиком надо уничтожить. Но поразительно, что один праведник, который существует в городе, и не боится открыто сказать то, что он думает, у такого города еще есть надежда. А если такого нет, то его можно уничтожить демонстративно, чтобы все знали, что вот это зло, и вот из него нужно так поступать. Это более-менее то, что я хотела сказать. Нехама, а можно я чуточку… А, уже можно задавать вопросы? Да-да, конечно. Я просто у Натана попросил сразу разрешение сегодня два раза как бы выйти к трибуне. Чем больше, тем лучше. Вот, хотел сейчас просто вот зачитать на эту тему из книги Нехама Лейбович. Можно сейчас? Да, пожалуйста. Вот, здесь разбираются сразу несколько вопросов. Значит. Итак, сначала. Просьба Авраама. Не подобает тебе делать такое? Пожалуйста, да не прогневается владыка вселенной только один раз я скажу. Неужели судья всей земли не будет судить справедливо? Так, ну и так далее. И, значит, вот, необходимо понять, в чем суть того, чего Авраам желал добиться от Всевышнего. Только чтобы он не губил праведников или также чтобы он помиловал нечестивцев? Слушаемся в начало его речи. Неужели погубишь праведного заодно с нечестивцем? Следующее. Может быть, если 50 праведников в этом городе, неужели погубишь и не простишь этому краю ради 50 праведников, находящихся в нем? И так далее. Этот отрывок все знают. И вот что дальше написано. Эти слова вызывают удивление своей непоследовательностью и противоречивостью. Так Раби Шломо Дубно пишет. Можно изумиться противоречием в этой молитве. Сперва он молится о том, чтобы Всевышний не губил праведника заодно с нечестивцем, потом прибавляет просьбу о том, чтобы нечестивцы спаслись ради праведников, а ведь еще даже на первую просьбу свою не получил ответа. А после этого он снова возвращается к тому, с чего начал, и молится только о праведниках. По всей видимости, суть намерений Авраама заключалась вот в чем. Деврей Давид. Цитата. Праведный не должен гибнуть вместе с нечестивым. Это буква закона. И об этом не нужно молиться. Авраам просит Всевышнего только о том, чтобы всему тому краю было прощено ради праведника. Но если эта молитва не поможет, то к чему уничтожать праведников? Ведь это будет нарушением закона. Ну, а дальше подходим, собственно говоря, к главному условию. Что дальше написано? Напомню, это я из книги Нехама Лейбович. Второй из двух великих принципов вырисовывается здесь в словах Авраама. Заслуги отдельных личностей, очень немногочисленных праведников защищают все общество. Благочестивое меньшинство имеет возможность и силу, чтобы спасти разращенное большинство. Но ключевой фразой является то, что если найду в доме внутри города 50 праведников, то есть имеется в виду, что это люди, которые не прячут свою праведность, сидя у себя дома, в экстремальной форме выражает это пророк Ирмиягу. «Идите по улицам Иерусалима и посмотрите, пожалуйста, и узнайте, и поищите на его площадях, если найдете мужа. Если есть творящая справедливость и ищущая веру, прошу я всему городу». Но, тем не менее, мудрецы наши обнаружили, что способность праведника отдельного человека или небольшой части общества заступиться за все общество имеет предел. И вывели это как раз именно из той главы Торы, которой мы занимаемся. Смысл слов «внутри города» означает, что эти праведники демонстрируют свою богобоязненность открыто. И потому говорит Ирмиягу «идите по улицам Иерусалима». И я просто хотел сказать, что мне кажется, что это перекликается с спором, который был у нас неделю назад относительно того, как должны себя вести люди, так сказать, можно ли вот просто спрятаться и одному быть праведником, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Вот, собственно, все. Прекрасно. В общем, это почти то же самое, что я говорила, но тут как раз по некоторому дополнительному анализу вырисовывается еще более интересная вещь, что один праведник даже мог бы спасти город, что они сами его выгнали из этого города, из-за этого пропал с дом. То есть, как бы, это мы часто встречаем в истории, что получается так, что те, кто могут спасти на самом деле народ, их уничтожают. Но, с другой стороны, действительно, конечно, имеется в виду праведник, который открыто ведет себя, потому что можно предположить, на самом деле, что там были еще и другие люди. Например, вот эти самые хатанимы, эти его зятья, которые показалось, что он, им казалось, что он над ними смеется. Они вообще не приняли его всерьез. Это самый по себе интересный мотив, что за смех там этот был. Они что, тоже там на его дом нападали? Не похоже все. Видимо, они какое-то молчаливое большинство, которое могло бы в случае чего тоже быть причисленным праведником, и ради которых спасли бы город. Но поскольку вот такого праведника, который открыто это делал, город выставил исторги себя, вот поэтому он был наказан. Спасибо. Я хочу сказать, что, в общем-то, согласно тексту, это не совсем так. То есть Всевышний останавливается именно на десяти. Нет, это Авраам останавливается на десяти. Нет, он сказал, да, что я Божий, но Всевышний ему ответил, если найду десять, то не погублю. Он все время так говорит, найду пятьдесят, не погублю, найду тридцать, не погублю. Это Авраам остановился, и это действительно по комментариям так. Спрашивает, почему он остановился? И обычный ответ, что поскольку он знал, что восемь человек было в ковчеге, что меньше не имеет смысла просить, что за это количество уже такое число праведников не поможет спасти мир. Но на самом деле, может быть, это умозаключение, это, так сказать, обычный комментарий, но оно не обязательно. Может быть, он так подумал, а на самом деле милость Всевышнего, она больше. Потом, когда речь идет о всем мире, то, может быть, девять человек не может спасти, а отдельный город, может быть, и могут. Ну, очевидно, тут все-таки есть какой-то смысл, то есть именно спасать этих... То есть это слишком очень сильное требование, чтобы даже если один праведник, чтобы он себя вел открыто, и все, это совершенно очевидно его гибель. То есть мы на практике знаем, что когда были диссиденты и все, то есть одиночки, они вряд ли там что-то могут сделать, если у них нет... Ну, нет, на самом деле это большой вопрос, было ли какое-то влияние диссидентов и тех людей, которые боролись за свободу слова, за права человека. Некоторые считают, что они повлияют в очень позитивную сторону. Ну, это вопрос действительно... Но остальные просто простой праведник. Иранский, например. Иранский был не один, извините. У него одна жена чего стоила, понимаете, его... На самом деле она тогда еще не была его женой. Они мои близкие друзья, поэтому я все хорошо знаю. Человек я имею в виду. Не, ну, конечно, он был не один, но он как бы в этой ситуации выступил он как один. Ну, неважно. К примеру, я говорю, точно. Но они были один, во многом диссиденты были одиночки, но тем не менее. За ними стояло очень... Это тоже большое, молчаливое... Ну, большинство, не большинство, группа, например. Это всегда так бывает. Я что хотел... Требование, чтобы... Нет, это не требование, чтобы один человек, который выходил, могло бы 10 выйти там или на площадь, да. Но даже если один выходит на площадь... Я понимаю, что вы хотите сказать, что для этого нужно особое мужество. Тем не менее, он может спасти город. Это что-то говорит. Но это то, что более подробно, более внятно, языком Нихамолюбович Гриша нам против. Я не понял, как он спасает город. Получается, наоборот, он вышел на площадь, то есть лот, там повел себя праведно, в итоге он, наоборот, осудил и погубил город. Нет, если бы он не вышел, там, значит, значит, нет ни одного праведения. Он вышел, оказалось, что есть один праведник. И вот в этот момент еще у нас есть сомнения, будет с дом наказанным и не будет. Но в тот момент, когда эти люди с дома, они сказали, убирайся отсюда, кто-то такой, чтобы судить нас. Мы сами тебя сейчас вместе со всеми накажем. Они как бы его вычеркнули из гражданства. Если бы они этого не сказали. Может быть, все бы еще было не так. Если бы они не собирались его уничтожить в этот момент, то тогда, может быть, дом бы и не был наказан. Если бы вообще никого не нашлось, то понятно, что да. Тогда просто никого бы не было. Но тот единственный человек, который мог их спасти, они его решили уничтожить. Я хотел сказать, возвращаясь, один момент, который я забыл сказать при своем философском толковании. Почему вообще? Откуда у Авраама есть знания, что справедливо, что несправедливо? Как он может попрекать всевышнего и говорить, вот как ты можешь сделать такое, судить такого и такого? В конце концов, это всевышний. Ты должен просто прислушиваться и принимать то, что он тебе говорит, раз он судья земли и творец. Значит, на самом деле, это все предусмотрено. То есть, когда человек, как бы, совершая грех, съедает плод добра и зла, у него есть эта возможность различать добро и зло. То есть, этот плод он съел. С вечного дерева он не съел. Но этот он съел. То есть, у него уже есть какие-то начальные знания добра и зла. И только все из-за того, насколько сам человек пользуясь свободой внутри себя прислушается к этому и будет искать эту истину. И таким образом Авраам находит именно таких людей, то есть, Всевышний находит таких людей, которые, значит, содержат в себе этот потенциал. Сначала это был Нох, который был правильным в своих поколениях, а потом Авраам, которого он учит действительно, как судить. Это, да, в этом все верно. Только не знаю, что я сомневаюсь насчет ворот. Там немножко меня смущает, поскольку ворота это нечто другое. Это туда, это то место, куда специально приходили люди, судьи, чтобы судить. Это было особое место. А здесь как бы классический комментарий, что он просто ждал гостей. Он был на пороге. Ну, я же предупредил, это равный, да. Он всегда парадоксальные какие-то выводы. Он находит намеки какие-то, которые по языку дают ему возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны. Можно принять, можно не принять. Окей. Можно совсем коротко, очень коротко, вот как раз в том отрывке, который я сейчас читал, там фраза, которую я сам не понял, что не губить праведников вместе с нечестивым это буква закона. И кто это там у нас говорит? Это у нас говорит Раби Шлумо, а нет, нет, Диврей Давид, что такое Диврей Давид. То есть я хотел спросить, откуда взялось, что это буква закона? Может кто-нибудь знает? Это то, что сейчас говорил. Он как раз объяснял, что это некое внутреннее знание человека, что это внутреннее требование морального поведения нашего и такие же вещи мы ждем от Всевышнего, что он будет сдавать добром за добро, а злом за зло. Это может быть и не прописано нигде, но напрямую. Но на самом деле это как бы из основ веры у Маймонидов это сказано. Это принцип, который нам кажется совершенно естественным, иначе не должно быть. Нам все время мешает, что это не так. Мы говорим, как он был такой хороший человек, и за что ему столько несчастья. Но это приходят мудрецы и дают нам много разных объяснений, за что, почему, и как работает правление. Это по этому поводу отдельно много всяких дискуссий. Но вот это требование внутреннее, требование справедливости это основа всего. Если бы такого требования внутри меня ощущение, что это необходимо, не было, то я не понимаю вообще, как можно прийти к Всевышнему необходимости того, чтобы в мире был кто-то, кто наводит эту справедливость. Потому что иначе все случайно, на кого-то свалился кирпич, а кто-то выиграл полгу в лотерее. Причем здесь вообще какое-то управление божественное. Мы ожидаем от божественного управления, что оно будет справедливым. Еще хотел бы добавить, что на самом деле Тора более реалистичным нам кажется. Насчет праведников и нечестивых, где-то в Торе есть такое замечание, здесь уже сам Всевышний говорит, чтобы не грешили люди, потому что из-за них погибнет и вместе с нечестимым погибнут и праведники. То есть он предупреждает, что такой вариант в принципе существует. То есть, конечно, можно иметь претензии к праведникам, что они как бы должны устанавливать соответствующие законы, быть активными и создавать условия, когда люди будут делать шугу и будут исправляться. на них лежит ответственность в общем-то за других людей тоже. Так что это несколько сложнее все. Это правда, да. Окей. мы можем плавно перейти ко мне. Давай, Гриша собирался еще что-то сказать? Гриш. Нет, я хотел после... вопрос к тебе на там потом, когда ты... Тогда я чуток изложу, а потом вопрос. Хорошо? У меня, поскольку у нас как бы не очень много осталось времени, но мне очень хотелось хотя бы несколько вещей. вот мне кажется, что вот этот бюллетень, брошюра, как хотите, которую я постоянно излагаю, да, мне кажется, она там несколько под другим углом подходит. Менее копательно, детально, более дает какой-то общий взгляд, который мне лично как бы близок. И есть несколько моментов вот из нашего недельного раздела, который я хотел остановиться. Я не буду сегодня очень сильно копать, но, честно говоря, так может быть даже немножко по верхам, но хотя бы как бы их заметь. Во-первых, я изменю порядок, как я наметил, и просто в продолжении того, что мы сейчас обсуждали, да, спор Авраама, вот тут тоже как бы такой завид называется, угол зрения, мне кажется, очень интересный, как бы связанный с актуальностью. Итак, значит, сначала просто несколько вводных слов. Смотрите, сначала как бы автор рисует этой статье такой противоречивый образ Авраама, который меняется со временем. То есть мы сначала, когда его встречаем, да, он такой как бы бунтарий, но он конформист. То есть он разрушает, разбивает идолы своего отца, да, и как бы уходит. Все, и даже, ну, есть такой комментарий, да, который говорится, вообще слово еврей, еврей, есть такое объяснение, нам уже это очень красивое, что от слова me ever, по другой стороне, то есть Авраам был с одной стороны, а весь мир был с другой стороны. Ну, и в каком-то смысле евреи всегда, как бы находятся по другую сторону мира, все с одной стороны, с другой стороны. Такой красивый комментарий, на самом деле, по отношению к Аврааму, вот видно, что он был такой, он конформист. Но вот в дальнейшем, как бы в продолжении, да, мы видим, что совершенно как бы смиренного человека, да, я даже написал бунтарь или смиренец, но смиренец, по-русски, такого слова нету, такой весь, ну хорошо, окей, бунтарь или смиренец. Почему? Потому что дальше мы видим, что как бы Авраам рисуется человеком, который как бы, ну, ему говорят, он делает все, какие примеры, ну, мы видим, как бы это называется несиенот, как бы испытание. Сначала ему говорят, уходи из страны, так-сяк, бросай все. Ну, все, взял пожитки, как бы ушел. Дальше ему говорят, его жена Сара говорит, бери себе агарик, взял агарик, окей, то есть как бы послушен, а все как бы согласен, да. Дальше ему говорят, поменяй имена, но он говорит, нет проблем, меняем и меняем, себе поменял, жене поменял, все нормально, окей. Дальше еще больше, что ему говорится, прогони, прогони, Ишмаэль и агарик, хотя он их очень любил, ну, сказали, прогнал. Более того, ему как бы Всевышний говорит, все, что тебе скажет жена твоя, Сара, слушайся, выполняй, ну, как сказали, так и буду делать, окей, то есть противоречивая фигура. И вот мы доходим, как бы до апофеоза, а вот потом начинает странный апофеоз. Это споры Авраама с Всевышним, тут мы как бы разобрали, но во всяком случае, как бы образно понятно, что это как бы непостижимая история, то есть наглость совершенно непостижимая, и на уровне человеческом просто какая-то, ну, не знаю, рыночная торговля. 10, 20, 40, 50, давай так, давай так, будешь делать, не будешь делать, что вообще за разговор, с кем разговариваешь, что она непонятно, как это объяснить, окей, и тогда, тогда, вот объяснение, которое дает автор, оно мне очень, очень нравится. Он говорит, что? Он говорит, что разница заключается в том, почему, как можно описать такое разницу в поведении, то есть Авраам Бунтарь или Смиренец, что когда это казалось его самого, да, или там близкого окружения, тогда он слушался и как бы Смиренец, но когда он видел то, что в его глазах представляется несправедливым, и он боится, что в глазах всего другого мира тоже будет несправедливость, он не остается равнодушным, да, и вот дальше у нас есть как бы заглавие этой статьи, равнодушие хуже злодейства. Медраж даже говорит, Авраам осмелился на то, что он как бы Всевышнему вообще как бы упреки говорит, он говорит, послушай, ты сказал, что больше как бы потопа делать не будешь, ну хорошо, как бы так с юмором, да, а что водой не будешь вставлять, а огнем как бы будешь уничтожать, что за дела, да, и как мы можем понять, понять можем так, что Авраам не остался равнодушным. И вот дальше он перекидывает мостик, да, этот автор, и говорит, мне кажется, какая-то потрясающая вещь, говорит о том, что мы видим на примере, как бы, на ваксе человеческой истории, и как бы нашей современной истории, да, ужасной истории, истории катастроф, истории тетератарных режимов, как угодно, именно Мизовид с угла точки зрения равнодушия. И это как бы позволяет ему сделать вывод о том, что равнодушие хуже злодейства. Почему? Потому что злодействие зачастую выступает, как что-то ее цеменоклань, как какое-то исключение, как что-то чудовищное, что не вписывается, например, нацисты, макшмам, да, проклятые имена. А вот равнодушие окружающих, оно превращает, вот это ее цеменоклань, это исключение, превращает норму жизни. Сказали враг народа, ну нормально. Сказали евреи, ну конечно, нет проблем. Понимаете? Вот и дальше, очень интересно, он приводит в качестве подтверждения двух людей. Один, его зовут Авраам Яшоэшель, Авраам Яшоэшель. Авраам Яшоэшель, я читаю просто из Википедии, да, американский раввин польского происхождения, один из ведущих еврейских теологов и философов 20-го столетия, был профессором еврейской мистики в Америке, автор популярных книг по еврейской философии, активный деятель движения гражданских права. Для нас интересно в данном случае, что он, ну тут описывается, ему просто как бы очень повезло, что буквально его вырвали из рук нацистов, было специально как бы там американское движение человек, которые вырывали еврейских интеллектуалов из пасти как бы нацистов. Но у него вся семья, вся семья, она погибла в Германии. Мать, сестры и как бы так дальше, да. И вот он, вот именно ему принадлежат слова такие, он говорит, что есть злодейство, в отношении которого большинство из нас как бы закрывают глаза, да, и вообще его как бы не обвиняют. Это называется равнодушие по отношению к злодейству. И ему принадлежат слова, что вот это вот равнодушие, оно как бы морально еще хуже, чем само злодейство. И дальше он приводит слова второго человека, тоже потрясающего, эту же тему. Это Элли Визель, теперь уже Заль, да, вы знаете Элли Визель, что он потрясающий человек, это основатель центров Элли Визеля, он посвятил всю свою жизнь после того, как он чудом как бы спасся из лагеря смерти, тем, что он помогал или находить и приводить к суду нацистов, которые занимались уничтожением, он написал книгу, которую посвятил своей деятельности. Да, вот тут написано на идиш, к сожалению, я могу, тут почему-то пропали некоторые символы, я, может быть, неправильно скажу, скажу, потому что как бы это звучит, да, он эту книгу назвал, назвал именно на идиш, как ее назвал, если я не сильно ошибаюсь, это звучит так, он ди альт ад каштен в аулам шатак. И вот аулам шатак, и это именно то самое равнодушие, то самое равнодушие, которое убило его семью и шесть миллионов евреев. И это вот опыт Авраама как раз нас учит к тому, что человеку неправильно нельзя быть равнодушным. Вот это вот то, что я хотел сказать. А можно я возражу? Да? У нас получается парадокс. Тут у нас есть дом, в котором фактически сидят нацисты, которые убивают людей, которые пытаются сделать что-то доброе, и Авраам про это прекрасно знает. И, кстати, у нас есть медроши, что он посылает туда Элиэзера, своего раба, чтобы он проверил, что там происходит и всякие истории, которые в доме происходят с Элиэзером. То есть Авраам знает, что это за город такой. И он сидит себе спокойно там, призывает имя Всевышнего, а тут рядом с ним с домом, и он не идет туда проповедовать, исправлять людей и говорить им Бог. То есть, а когда Бог приходит расправиться с этими злодеями, он говорит, не трогай их, может быть, там есть один правильник, может, они все-таки могут исправиться. Это как? То есть, он защищает злодеев, получается? А можно я тоже ответить? Да, конечно, Гриша. Ради Бога. Просто вот тоже сегодня, когда читал материалы на эту же тему, наткнулся на такую мысль, что есть две как бы степени вот этого злодейства и равнодушие тоже. То есть, сначала люди все-таки сознают злодеи, что то, что они делают, это злодейство. А равнодушные, может быть, сознают, что на улице творится злодейство, но они не вмешиваются. Но потом начинается следующая ступень, когда злодейство становится нормой жизни, никто его уже так не воспитывает. Они дают ему легитимизацию. Да, и если уже дети так воспитанные, они верят, что именно так и надо, то Абрам ничего с ними не сделает. Да. Окей. Или думать по-другому. Это уже тогда, что же делать с этим. А он нормально, он с этим царем с дома там в отношения вступает, он говорит, с ними как бы, говорит, я не хочу, возьми людей себе. На самом деле, все это, царь с дома проиграл войну. Все, что Абрам освободил, это он освободил. Все это принадлежит ему, Абраму, так сказать, освободителя. Почему он должен отдавать людей обратно царю с дома, имущество царю с дома? Возьмите, не скажите, что он меня обогатил. Может быть, это была возможность как-то на него подействовать. Может, как-то это возможность была у Абрама воздействовать на сдом. Может быть, поэтому именно Всевышний его и привлек в суду, чтобы он сам подумал, что, может быть, его вина тоже ответственность в связи с сдомом. А я ставлю просто так. Это мысли совершенно сырые. Так что это неочевидная штука. Да, я хотел бы сейчас быстренько, с вашего позволения, пробежать еще по двум моментам, которые освещают другие куски. Мне кажется, тоже очень интересно и тоже вот завид такой как бы актуальный, близкий и моральный. Угол, угол. Что-что? Не завид. Не очень понял, но окей. Не всем понятно слово завид. А, я опять сказал завид, угол, да. Угол, точка зрения, слегка. Итак, Пороша, так и да. Жертвоприношение Ицхака. Огромное количество тома, киркигор. Мы не касаемся, мы не идем туда. Мы останавливаемся на... Это вот тоже интересно, мне кажется, это касается этого бюллетена, мне это тоже очень нравится. Берется некоторая деталь, которая при первом прочтении. Не знаю, это не кажется, не что-то такое грандиозное, колоссальное, про которое обсуждается. Берется какая-то конкретная деталь, которая может увидеть человек, который только находится как бы в традиции, в знаниях, в мидрашах, а вот из этого строится что-то очень большое. Итак, поразительная вещь. Посмотрите, вот в Порошат Акида три раза мы читаем совершенно фантастическое слово, аналога которому в русском я не знаю. Я не знаю, если других. Я осмелюсь утверждать, что в других языках такого аналога тоже нет, а именно слово «инени». «Инени» – фантастическое слово. «Инени» – приблизительное понимание такое, наверное, по-русски переводится «вот я». Но, в принципе, за этим стоит целая фраза. Она означает «вот я весь стою, делай со мной что хочешь». Вот это слово «инени». Это одно слово «инени». Итак, где-то три раза говорится слово «инени». Сейчас скажу. Очень тоже интересно, когда. Первый раз, когда Всевышний обращается к Аврааму и говорит ему «возьми своего сына», он говорит «инени». Вот я. Я готов на все. Второй раз, когда к нему обращается Ицхак, тоже потрясающе, когда он его спрашивает, вот ты взял это, 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 а где как бы этот овец или овца, овец, овца, который, да, он тоже говорит «инени». И третий раз, когда к нему обращается ангел и, да, говорит ему Авраам, стой, не делай, вот там запутался этот самый баран, туда-сюда можешь взять. Он тоже говорит «инени». Тут идет очень интересное объяснение, просто, наверное, сейчас уже нет времени, как можно, как бы, Лешаеха идентифицировать этой «инени» с каждым из, как бы, статусов, на чем был готов Авраам. Я даже не хочу туда идти, у нас нет времени, я хочу довольно быстро сказать такую штуку, что вот мы очень часто, да, когда мы говорим какие-то комментарии, которые, то есть, объяснения, мы очень часто используем слово, я тоже, наверное, да, но которое мне всегда очень режет слух, когда человек говорит слово, например, просто, ну, конечно, там и все. Так вот, просто ничего нет, надо просто вычислить это слово, вообще ничего простого нет. И когда говорят про Акиду, тем более, это чудовищно, это понять невозможно. Невозможно это понять просто, можно каким, можно привозить, не знаю, сотни комментариев, но понять это чудовищно, это невозможно, это не укладывается. И тем более это не укладывается, когда с другой стороны мы слышим три раза это слово «инени». То есть полная покорность, смиренность, это даже жертвенность, я не знаю, как это по-русски сказать, это полное подчинение себя тому, что я готов на все, я полностью принимаю, меня здесь просто нету, это какое-то инение, которое просто ликвидирует меня. Но вот то, что я хотел сказать, и то, что говорит этот автор, мне тоже как бы это очень близко, говорит, что вот Авраам заложил основу, это нехорошее, то есть мне не нравится, как это звучит по-русски, но я это говорю, это слово жертвенности, жертвенности в смысле готовности пожертвования, которые исключительно для еврейского народа. Как бы если мы просмотрим еврейскую историю, да, ну как бы все знают, все перед глазами, да, инквизиция, погромы, миллионы случаев, тысячи миллионов случаев, да, когда евреи жертвовали собой и говорили то же самое и ныне, и это фантастика, и это какой-то, можно сказать, на уровне какой-то мистики, да, генетический код. Но такое впечатление, что это действительно так, это некоторый генетический код, вот этой готовности, которую заложил Авраам. Я как бы смею сказать, не знаю, она уникальная для еврейского народа. И последнее вот к этой статье, то, что я хотел сказать. Для тех, кто не живет в Израиле, они этого, этой ноты не слышат. Когда мы приехали сюда 30 плюс лет назад, да, для нас это было новое, теперь для нас это стало нормально. А именно, Йом-Кипур, да, он всегда рассказами, разговорами о Йом-Кипур, подготовке и все прочее, да, всегда есть параллельно нота войны Йом-Кипур. Война Йом-Кипур, это мы сейчас, у нас нет времени этим заниматься, да, это огромная, это дичайшая травма, это открытая рана. К чему я сейчас-то говорю, я не знаю, кто из вас смотрит, кто из вас смотрит и нет, неоднозначно, но тем не менее, сейчас как раз идет фильм, не знаю, как перестанут, называется «Шатные ла». Шатные ла, либо мертвая точка, либо закрытое время. В общем, это когда есть стоп-кадр, вот когда нажимают, и время останавливается, наверное, что-то типа этого. И он посвящен, он игровой, и он посвящен первому дню или первым дням совершенно непостижимой, ну я не знаю, героизму, бесстрашию, защиту, просто израильтян, солдат, которые сражались, как-то по-русски, превосходящие силы противника. Совершенно чудовищно превосходящими силами и на Рома Тагулан, и в Египте. И вот, да, ощущение такое, что когда человек говорит, ему говорят, ну все, как бы бежим туда-сюда, он говорит, куда бежать, у меня через 15 километров мой кибут стоит. Вот это вот ощущение, вот это вот ощущение, да, я уверен, что в этом есть, во всем этом есть от Авраама, есть от этих трех инемий. Вот это то, что я хотел сказать по второму пункту. Окей? Кто-то что-то хочет добавить? Молчание взял. Давайте я скажу просто. Да, пожалуйста. Вы уже сами пришли, в общем-то, на самом деле, к ответу. Шат Нейла, это Нейла имеется в виду емкий пур, молитва Нейла. А-а-а, слушай, я про это не подумал. Нет, это, конечно, это парафраз. А-а-а, Шат Нейла. Да. Ну, это как бы последний. Я думал, что это военный термин. Я думал, что это военный термин. Вообще здесь вот насчет противоречивости Авраама, значит, здесь следует различать как бы два момента. Да, вот как будто бы он на все готов, да, конформист такой, в общем-то, висит. Но это все не так, конечно. Значит, когда он открывает Всевышнего и говорит отцу, что вот большая, значит, это самое большое, разбил всех маленьких, что он взял власть. Значит, здесь как бы действительно есть в каком-то смысле его бунт, бунт против того, что его отец как бы не хочет признать истины, что это все ложь, что такого не может быть. И он как бы доказывает, он открывает, когда он открывает для себя Всевышнего, он становится как бы вот солдатом его войска, да. Вот когда солдат, если кто служил в армии, он знает, что такое хинений, когда командир ему говорит команду, так-то, так-то, он говорит, есть, все, он должен выполнять, приказ выполняется и не обсуждается. Когда он открывает, значит, но одновременно это не солдат такой примитивный, а солдат думающий, который может возразить и спросить. И это очень отличает израильскую армию от других всех армий, когда он может вступать в диалог с командиром, и это было не раз, наверное, в истории это отмечено, когда в переговорах, когда в критических моментах докладывают обстановки и обсуждают вместе, как лучше выбраться из какой-то сложной ситуации. И здесь, как солдат Всевышнего, как его готовность, действительно, это только выполнять закон Всевышнего, он не человек, а то, что он идет сам по инициативе своей, он не безразличен, защищает своих родственников, защищает лота, потому что это то, что реально, то, что он может сделать. А вот насчет с дома, почему он не идет спасать с дома и все, это был бы какой-то там, я не знаю, какая-то утопия, какой-то икар. То есть без того, чтобы на это было бы восстановление Всевышнего, он это понимает, что невозможно делать то, что тело. То есть он добром, он пытается обратить веру людей, но он не какой-то коммунистом, который идет и силой там завоевывает и строит этот лагерь какой-то социализмом и все. Он понимает, что вещи развиваются своим каким-то путем, все это вызревает, и он все время в контакте с Всевышним. И это самое главное для него. Окей. С вашего позволения, да, сегодня немножко голову по Европам, очень хотел еще одну небольшой взгляд сделать, о котором мы не говорили. Мне тоже кажется, очень-очень звучит как бы, ну, актуальный вообще так, исторически размазанный по всей еврейской истории. Смотрите, это заповедь об обрезании, который получил Авраам. Есть две вещи, которые Всевышний заповедует Аврааму, и они как бы выглядят очень противоречивыми. С одной стороны, Авраам меняет ему, Всевышний говорит, поменяй имя, да, на Авраам. И Авраам – это отец как бы многих народов. И тут, ну, как бы явно позыв к универсальности. Ты будешь светочем для народов, это я раскрываю, да, вот ты будешь отцом как бы народов и так дальше. Да, а с другой стороны, с другой стороны, совершенно с другой стороны, даже противоположно, совершенно непонятная вещь, да, когда человеку дается, говорится, Аврааму было сказано, ты и твои потомки будут делать, надо сказать, чудовищная вещь, некоторое хирургическое вмешательство, какой-то физический знак, да, на теле, еще на каком-то очень своеобразно выбранном органе, да, то есть не просто, а на руке было написано «Шма Исраэль». Вот у нас парень, он, наверное, геюр сделал, я так думаю, да, в синагоге. Вот когда я каждый раз в блокхост поезжаю, в летние времена, когда видно, у него так рукав замотан, и у него есть огромная наколка, написано «Шма Исраэль». Вот, вот это было понятно, ну, «Шма Исраэль», я не знаю, «Маген Давид» повесить и все. Зачем? Детородный член вообще, грубо говоря, да, что-то там такое дело. Чудовищно! И это совершенно непонятно, каким образом это связано с отцами народов. Ну, дальше в этой статье много как бы объясняется, но я как бы только вывод скажу, у нас, к сожалению, уже время как бы заказа, мне это очень понравилось. Да, и Авраам, интересно, он продолжает, то есть у него это в голове опять вот этот код Авраама, он генетический код евреев. Посмотрите, мне, значит, как бы на языке вертит слово «чувак». Это, конечно, нехорошо, право вам сказать «чувак», да? Чуваку 99 лет. У него родился сын. Первое, что он делает, он собирает всех его и делает всем обрезания. Бог говорит, это самое главное, что должен сейчас делать? Зачем? То есть как будто у него в голове. А дальше автор развивает, действительно, ну, как бы известно, да, из истории. Там в Варшавском гетто. Известно, как бы и немцы, и вообще, и другие, когда хотели проверить, евреи или не евреи, снимали штаны. И как бы было очевидно совершенно. В Варшавском гетто делали Бритмилу. Ты дальше, я прошу прощения, я перекидываюсь в наше время, да? Хочу сказать про своих родственников, чтобы вы понимали ситуацию. Вот у нас внук был. С другой стороны, совершенно замечательный еврей. Просто там у тещи сына, у нее, ну, не родители, бабушка. Бабушка, они погибли все во время катастрофы. То есть люди знают, люди не чужие. У меня была с ней борьба, почему? Она мне объясняла. Она говорит, в той ситуации, как мы живем, еврейская уникальность. Она зачем таким чудовищным образом ее проявлять? Она была против того, чтобы делали Бритмилу. Она говорит, вот помогать эритрейцам, да? Это вот нелегалам. Вот это да, это гуманность. А вот эта вот чудовищность такая дикарская, зачем она нужна? Ну, слава богу, как бы говорили, там сына, типа того, что тещу будет слушать, тоже сработала. Я неправильно сейчас говорю. Вот эта вот дилемма, дилемма, она не очевидна совершенно. Соотносится на гуманизм, отец народов, монотеизм, пятое и десятое. А с другой стороны, тем не менее, тем не менее, позыв такой, сохраняй свою индивидуальность в самом, что не есть, не знаю, как сказать, но не вульгарном, прямом, физическом смысле этого слова. И только когда ты будешь выделен, вот даже именно таким образом, только тогда ты сможешь быть универсальным. Ну, вот все, это как бы три момента. Ну, Натан, ну что за вопрос? Известен на него ответ. Почему там? Почему? Во-первых, это красиво. А, ну, Бессадр, да, окей, Бессадр. Натан, можно еще один коротенький вопрос по теме? Вот скажи, пожалуйста. Я должна уйти, у меня, к сожалению, это самое. Ладно, тогда я со всеми прощаюсь. Сейчас, сейчас. В те времена вот тогда, что кашрут не соблюдался, когда подал он мясное и молочное вместе? Нет, он не вместе подавал. Он, во-первых, тогда неизвестно. Действительно, реально соблюдался. Лет, это было до дарования Тары. Но мы привыкли думать, что Авраам соблюдал очень многие вещи, которые соблюдались потом и время. А он, по очереди, сначала молочное, а потом мясное, это можно. Да, потом речь, да, или там о пресноке были, что-то такое. Короче, во-первых, такого... Нет, нет, там действительно этот вопрос стоит, на него есть ответы всегда, это я не придумываю сейчас. Написано там прямо, да. Да, нет, комментаторы объясняют, что сначала он дал молочное, а потом мясное, они не вместе. Я хотел, во-первых, напомнить. Вот сегодня несколько раз звучало, что какая наглость, мол, со стороны Авраама так спорить со Всевышним. А помните статью Рава Шерке о том, что такое молитва? И меня тогда поразило это, как он говорит, что вот человек молится о чьем-то здоровье, и как же это выглядит, что, господи, ты создал такой прекрасный мир, но вот на соседней улице Ха и Лея болеет, вот не могут это исправить, пожалуйста. Да, 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 да. То есть тоже получается наглость. Да, очень в тему, очень в тему. Вот, а второе, просто хотел напомнить про фильм. Английское название The Believer, а по-русски Фанат. Наверное, все смотрели, да? Я нет. Достаточно, наверное, смотрели. Юра Левшит смотрел, Юра Левшит смотрел 100%. Тогда очень советую про еврейского мальчика из религиозной семьи, который потом становится неонацистом. В общем, с чего там все начинается? Все начинается с его бунта в религиозной школе, когда он еще ребенок. Он не может понять Акиду. И никто ему не может объяснить. И именно на почве того, что он категорически вот это вот отвергает и говорит, что, ну, как же так? Выполнять любую глупость, любую чушь. Вот. И это его, как бы, вот, это конфликт, который у него идет через всю жизнь, и в конце концов приводит его к смерти. Окей, да, сильно. Я хочу сказать насчет обрезания, если можно. Пожалуйста. Опять-таки я вернусь. Есть то, что называется Драш Ремис, нумерология определенная. То есть, если 7 – это гармония мира, гармония естественного мира, вот, то 8, число 8, на 8 день делается обрезание. Это, фактически, число трансцендентное. То есть, выход за пределы, как бы, естества. И это, соответственно, и храм, и евреи, и все. Это, так сказать, это... А сама понятие орла – это, как бы, нечто лишнее такое, нечто мешающее, некая помеха. И она, как бы, вот то, что евреи, значит, обнаружили, что есть такое место, которое, как бы, вот, требует исправления, да, человеческого тела. Человек посвящен, он, вот. Это все вместе, как бы, создало такое, вот, первое, одно из первых заповедей, да, то есть, что это народ священник, народ, который должен хранить чистоту и должен отличаться от других, таким образом. Мистически, филонически понятно. Каждый, кто присутствует при этой операции, может сказать, что это не самое приятное зрелище, так, грубо говоря. Окей? Ну, не все приятное, ясное дело. Ну, все, Даргамур, окей. Положить, как бы, хорошее, с хацикосом лира, то есть, половину, половину скат. Мы рассуждаем, как бы, как будто мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, до предела определенного. Остальное уже это радует нам. Окей. Господа и дамы, мы будем закругляться, правильно? Хорошо? Кто-то хочет что-то сказать? Григорий А. Я хочу сказать всем спасибо. Увидимся на следующей неделе. Объем фамиши вместо разбора урока по ровушерке. Будет моя лекция про смех в рамках серии уроков, которые мы запланировали про юмор. По просьбе трудящих. Да. Мы собираемся хихикать. Все. Всем счастливо. До свидания. Юра, до свидания. Спасибо. Пока. Ты обозначен, как Берта, но мы знаем, что Юра Левшиц. Пока. Всем счастливо. До свидания. Пока, пока. Всем пока. Спасибо.